Но мы дошли с вами до Хаги-Ваги! Что за хрень? Ты кто такой? И Хаги-Ваги, что они с тобой сделали, бедный? Ну что ж, ребятки, это конец. И нет, я сейчас не о своих волосах, у меня просто парикмахер немного психанул. Я о Хаги-Ваги и Поппи Плейтайме. С каждым днём видео по Хаги-Ваги и Поппи Плейтайму собирают всё меньше и меньше просмотров, а фанаты этой игры отваливаются и уходят в другие фандомы. А всё потому, что второй эпизод где? А вот чёрт знает где он. Зато у нас есть наши любимые пиратские клоны, которые всегда будут с нами. И сегодня у нас будут и вот такие вот клоны, и скажем, такие, и даже нечто вот такое вот. Так что обязательно досмотрите этот ролик до самого конца, ставьте лайки, если вам тоже жалко этого маленького бедного Хаги-Ваги, и поехали! И первая игра в Плеймаркете у нас называлась Хаги-Ваги реальный Поппи Плейтайм хоррор гейм, но при запуске нам пишут Scary Toys Funtime Chapter 1. Окей, вот тут конечно загрузка невероятная, просто сказочная, сразу видно. Разработчик старался делать качественную игру, и ну на удивление мы реально на заводе из Поппи Плейтайма, только ФПСы какие-то очень низкие здесь. Но давайте мы здесь прогуляемся и попробуем пройти эту игру, и да ладно, он даже добавил летающие вертолеты с цветами, которые нам потребуются. В игре у нас были поезда, но это тоже неплохо. Если что, это фиолетовый, зеленый, красный, синий, и посмотрим, что у нас тут еще есть. У нас есть самокат, который рос там выше меня, я что за гном такой подпольный, а? Окей, это странно, еще тут чайпития кто-то устраивает, и в принципе здесь игрушки, и тут почему-то нет игрушек Хаги-Ваги, это очень странно. Надо запомнить, что это фиолетовый, зеленый, красный, синий, и все это добро мы будем вводить вот сюда. И здесь невероятно неудобное управление, я уже второй раз косячу. Так, фиолетовый, зеленый, красный, а тут три синих, какой нахрен синий мне нужен? Синий? Нет. Ладно, фиолетовый, зеленый, красный, может быть вот этот голубой? Да, я понял, а вот это что за цвета? Это что ж синие? Непонятно, но окей, мы заходим сюда, и здесь у нас одна часть руки, и мы, видимо, должны посмотреть инструкцию для начала. А, мне нужна кассета, ну кассета у нас вот здесь лежит, правда в оригинальной игре кассета у нас в коридоре, но это тоже интересное решение, нам не нужно никуда бегать. Вставляем кассету вот сюда. Сделали ли они полноценный фильмец нам? И робот-рука! Робот-руки, точнее. И как ими пользоваться, подскажете? Нужно поместить их за спину для начала, и вот у вас робо-ручище есть. Потом, нажимайте на кнопки, чтобы взаимодействовать с объектами. Да, ты кого учишь? Не учи ученого. Я этими робо-руками в каких только играх уже не пользовался. Вообще, изи-пизи, лаймон-сквизи, разберусь только так. Робо-рука у нас открывается, сейчас мы ее заберем и проверим, работает она нормально или же нет. И, ух, как это все необычно. И я вот нажимаю на кнопочку граб, и ничего не работает. Ага, кнопочка панч работает зато. Окей. А если я вот игрушку хочу взять? Нажимаем. Я, то есть, должен нажать кнопочку граб, и панч одновременно. Ох, это очень неудобно с эмулятора. Да хотя из телефона вы вот так вот управляете персонажем, и должны вот так вот еще параллельно на две кнопки нажимать. Это же капец как неудобно, разработчик, ты че? В глаза долбился, что ли? И давайте мы попробуем все-таки разблокировать эту дверь. Панч не работает. Еще раз панч. Как? Я должен угадать, куда рука попадет? Это очень странная игра. Очень. Вот прям максимально. Но мы дошли с вами до Хаги-Ваги. Что за хрень? Ты кто такой? Это что за чумба-пумба такая? Какого хрена? Где Хаги-Ваги? Че за всратый кролик? Твою мать, а? И где ключ? У тебя в руках должен быть ключ. Окей, сначала мы, видимо, должны зайти сюда. Нет? А куда я должен зайти? Какого хрена здесь нет, Хаги-Ваги? Здесь какой-то упоротый кролик. Игра полностью копирует Poppy Playtime, но здесь вместо Хаги-Ваги какой-то кролик. Видимо, он будет за нами гоняться. И ладно, тогда погнали дальше. Опять нажимаем на кнопочку панч. Опять вот, смотрите, я целюсь вот сюда, а рука попадает немножко левее и ниже. Это капец, как неудобно. И что-то сломалось. Ключ должен появиться, да? Где ключ? Нету ключа. Эта комната открылась. Эта комната все еще закрыта. Вот теперь ключ выпал. А, вот теперь выпал ключ. И опять мне нужно целиться куда-то сюда. Да, что ж ты будешь делать-то? Граб панч. Так. Эй! Это так все неудобно, так все странно. Я взял ключ. Граб забрал. Идем в комнату с электричеством, посмотрим, как здесь будет работать электричество. И ух, это вот у меня будет очень надолго. Опять граб. Нет, я не смогу пройти эту игру из-за этой максимально странной руки. Опять все это нажимаем. А, я должен электричество куда-то пронести. И вот как баганой я хожу. Боже мой. Меня обратно отталкивает. Я хожу как маленький черепашонок. Но я дополз до задания. Давай вот эту вот штуку подключим. И готово. Надеюсь, это все? Вроде все. Электричество мы вроде как включили. Нет? Ааа. Управление невероятно кошмарное. Я не понимаю, как в это играть. Что, мы обратно должны вернуться? Электричество включено? Все? Нет, он не пропал. Значит, электричество не было включено. Я должен был там нажать на какую-то кнопку, что ли? Окей, я попробую еще раз. Это не проблема для меня. И почему я так медленно перемещаюсь? Да вы посмотрите, а. Я вот прям еле-еле хожу. Опять включил электричество. И что мне это дает? Я больше не могу ни с чем взаимодействовать. Может, я должен еще дальше куда-то пройти? Но у меня уже моя веревка как бы закончилась практически. Давайте мы глянем, что тут еще есть. И я не могу обойти свою веревку даже долго. Нормально, все. ГГ. Ладно, я, по идее, включил электричество. Я не знаю, куда дальше и как дальше. Может быть, я должен просто пойти теперь в эту комнату, и она будет открыта? Нет, эта комната закрыта. Очень баганутая игра, если честно. Я, видимо, тупой, раз не понимаю, куда дальше нам двигаться. Я вот даже не могу нормально ходить. Я пытаюсь идти вперед. У меня персонаж идет куда-то вправо-влево, только не вперед. А-а-а, я должен вот эти две активировать. Тьфу ты, блин. Все-таки я действительно тупой. Но вот эту вот штуку в темноте абсолютно не видно. Так, цепляем ее. А, он ее даже не цепляет. Посмотрите-ка. Что же здесь происходит-то? Зацепись за нее. Вот о чем я говорил. Она очень багованная. Теперь ползем обратно к вот этой штуке. И сейчас все у нас заработает, и местный кроля-ваги пропадет. Я даже не знаю, как его можно назвать. Это явно не хаги-ваги, это какой-то чебапуня-мунюня. И готово. Теперь все активировалось. Неужели? Дверь закрылась внезапно. И, о боже мой, он пропал, он исчез. И где же он теперь? Там нам нужна вторая рука. Мы пока что будем проходить вот сюда. Мне очень интересно, будет ли он здесь ходить. Будет ли его рука здесь. Его руки здесь нету. Все ясно, понятно. Экономия! Куда меня телепортировало? Что-то я этого не понял, если честно. И я куда-то ползу. Какие-то страшные звуки. Вот этого я не помню в игре. Я не могу ходить толком нормально. Я вот пытаюсь ходить, и что-то у меня не получается. Но окей, все-таки я прошелся. Почему я такой медленный? И где это хагаванюня-пунюня, а? Я его не вижу ни хрена. Ой, но генераторы здесь в том же самом месте. И нужно его тоже подобрать. Прицелиться. Так, граб. Я должен 4 генератора сейчас таких найти. И это будет очень и очень долго и очень и очень сложно. Но окей, я этим займусь. Я собрал все генераторы, кроме желтого. И что-то желтый генератор я здесь в упор не вижу. Вот мы спускаемся вниз. Справа у нас ничего нет. Сзади у нас ничего нет. Вот здесь на полках у нас тоже нет никакого желтого генератора. Управление у меня все так же лагает. И вот, вот, вот где желтый генератор? Он должен светиться, если что. Если кто не в курсе, он светится. И вы видите здесь какие-нибудь светящиеся объекты. Я их не вижу. Может быть, я его где-то пропустил. Может быть, тут лампочка какая-то. Нет, нихренашеньки. Я не вижу желтого генератора. И у меня игра с каждой секундой начинает лагать все больше и больше. Это значит, что мы вынуждены покинуть ее и перейти к следующей игре. К побегу Хаги-Ваги из тюрьмы. А точнее, эта игра называется Поппи Тюрьма Хоррор Побег. Я в шоке, если честно. Но действительно, мы здесь играем за какого-то чувака, который сбегает из тюрьмы Хаги-Ваги. И здесь у нас есть наши любимые выборы. Я давно не играл в такие игры. Давайте мы воспользуемся вот этим. Вот что это вообще такое? Ты что, придурок? Ты нахрена стену тарелкой хреначишь? И вот он Хаги-Ваги. Он какой-то маленький. И, видимо, это был проигрыш. Окей, гейм-Овер. И... Серьезно? Я думал, эта игра полнейший скам. Но нет, это полноценная троллинг-игра с выборами. Может быть, головой об стену подолбишься, а? Вот в этих играх обычно срабатывают самые неочевидные варианты. И... Нет. Это не сработало. Он просто отрубился. А что, он руками, что ли, стену проломит? Вы серьезно? Там последний вариант руками стену долбить. Ну давай, давай, Джеки Чан. Да? А что нет? Давай долбить стену руками. Поехали. И я чувствую, мы эту игру очень долго будем проходить. Потому что я буду тотально косячить. И реально сработает это. Он проломил стену руками. То есть своей тупой башкой не смог стену проломить, а руками вообще запросто. И здесь у нас везде рисунки Поппи. И давайте пойдем дальше. Какая-то псина в тюрьме. Что псина делает в тюрьме? Бульдог какой-то. Ну, держи кусок мяса. Явно ты не обрадуешься картошке. Мясо ты любишь? Мясо он любит. Ееее. Хороший вариант. А где Хаги-Ваги-то? Он должен появиться на первом уровне. Он пока что только мельком появился. И серьезно? В смысле? Гейм-Овер? Я кинул собаке мясо. Она успокоилась. Ей нужно кинуть косточку. Но это супер очевидный вариант. Здесь, видимо, нужно выбирать очевидные варианты. Явно она не обрадуется гребаной картошке. О, мы отвлекли собаку. Сработало. Да, здесь нужно выбирать самые очевидные варианты. Везде у нас маг нарисован, кстати говоря. Как и в игре. Но я не понимаю, при чем здесь тюрьма. Это как будто рискин другой игры. И где же у нас Хаги-Ваги? Так, как же перебраться через эту дырень? Может быть с помощью лестницы, а? Лестница неплохой вариант. Надеюсь, она не сломается. И действительно, лестница была неплохим вариантом. Мне кажется, веревка бы оборвалась, а деревяшка сломалась напополам. А с лестницей что случится? Правильно, ничего. Мы оказались какого-то хрена в прачечной. Сколько вообще уровней в этой игре? Есть тут Хаги-Ваги? Вот он, Хаги-Ваги! Боже мой, это какой-то Хаги-Ваги с Алиэкспресса. Давайте мы спрячемся в белье. Вдруг сработает. А ну-ка. И, конечно же, он полез в белье. И Хаги-Ваги, что они с тобой сделали? Бедный. Он решил нас застрелить. Серьезно? Хаги-Ваги со стволом залез в грязные вещи. Достал нашу бошку и решил застрелить нас. Что вообще происходит в этой игре? Это один из самых упоротых клонов Поппи Плейтайма. Значит, мы должны залезть в стиралку. И серьезно? Это сработало? Он просто встал и такой, даже делать ничего не надо. Придурок сам в стиралку залез по гайфу. Ладно, последний вариант у нас остался. Это залезть как раз-таки вот в эту тележку, если я правильно понимаю. И, видимо, он эту тележку увезет. Да? А ну-ка. Проверяем, работает это или нет. А, он спрятался за тележкой. И Хаги-Ваги настолько безмозглый и тупой, что не заметил, что тележка сама укатилась. И что, за ней сидел чувак, и он потом просто убежал. Вот так вот. Замечательно. Но здесь хотя бы появился Хаги-Ваги. Это меня уже радует. И как отсюда выбраться? Ну, давай попробуем просто запаркурить, а? Ты ведь великий паркурист. Ты Джеки Чан паркурист. Ну-ка, сработает? Давай, паркур, паркур. Новые движения. Давай. О-па-ля. Серьезно сработало? Да ладно вам. Я в шоке. Реально какой-то Джеки Чан паркурист. И тут появился какой-то бугай. И я уже понимаю, что это игра Рискин какой-то другой игры. Здесь только запихали немножечко Хаги-Ваги и Поппи. Поэтому я задерживаться в этой игре не буду. Есть еще одна игра, которая называется минималистично. Хаги-Ваги. У нее очень яркая обложка. И при запуске нам пишут, что игра содержит устрашающие элементы. Скримеры. Для более комфортной игры их громкость можно отрегулировать в настройках. Хорошо. Привет, Хаги-Ваги. Кстати говоря, он здесь не такой уж и всратый. Нажимаем на кнопочку играть. И что я делаю там? Это симулятор скримеров. А, это кликер. В котором мы за человечков зарабатываем монеты зачем-то. Пугая их. С помощью этого сратого Хаги-Ваги. Вы заметили, что когда у него происходит скример, у него глаза наезжают на рот. И это в 10 раз страшнее, чем в игре. И вот я заработал условные сколько монет? Ну, наверное, штук 80. И зачем это мне? А, я могу перекрасить Хаги-Ваги за эти как раз таки монеты. В зеленый цвет, к примеру, за 100 монет. Или в красный за 500. Или в золотой за 1500. Это все, на что я могу деньги потратить? А слева что за кнопка? Кнопка слева не работает. То есть в этой игре полторы механики. Мы просто нажимаем на кнопку для скримера. Зарабатываем монеты. А потом покупаем новые шкурки для нашего Хаги-Ваги. А посередине у вас, конечно же, будет реклама. И давайте я перекрашу нашего Хаги-Ваги. Теперь он зеленый и какой-то супер всратый. И да, это действительно все, что есть в этой игре. Слушайте, очень странно. Ее стоит допилить до ума. Мы же идем дальше. И, ребята, сейчас я вам должен показать какой-то тотальный скам. Есть игра, которая называется Хоппинг Хэтс. Вот так вот она выглядит. Вот такой вот интересный Хаги-Ваги у нее на обложке. Среди игровых скриншотов у нас тоже есть вот такой вот всратый Хаги-Ваги, который меня до усрачки пугает. Но когда вы заходите в игру, никакого Хаги-Ваги здесь нет. Здесь есть только скины. И вот я захожу в скины. Все скины заблокированы. Редкие скины тоже заблокированы. Горячие скины разблокированы. Но здесь у нас нет Хаги-Ваги. Хотя он должен быть именно здесь. Потому что здесь у нас Железный Человек, Человек-Паук, Нео из Матрицы, Стив из Майнкрафта. Причем круглые, мать его. Вы что вообще сделали, а? Башкой дружите, нет? Также здесь есть Пакмен, Пикачу, Соник, Пчелка. Я не понимаю, что здесь Пчелка делает. И нету здесь Хаги-Ваги. И вот даже тут его нету. Но окей, возможно, если мы пройдем уровень, У нас появится Хаги-Ваги. Я все-таки люблю эту игру. Я по ней прям отдельную серию делал. Потому что это шикарная игра, как вы видите. Она не зря заслужила свои миллионы скачиваний. И давайте мы сейчас заработаем Х5 счет, да? Заработаем мы Х5 счет. Да вы серьезно? Х2, да как это вообще произошло, а? И нет! Нету никакого Хаги-Ваги. Какая-то баба. Нету Хаги-Ваги. И заскамили, как мамонтов. О, ну хоть в этой игре у нас есть Хаги-Ваги. И здесь мы что должны делать? Даже обучения толком никакого не было. И что это за чебупеля здесь бегает? Вы посмотрите, он так ножками передвигается. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И я его просто убиваю. Ну, кстати говоря, это похоже на оригинальный Поппи Плейтайм. И все, уровень пройден. Стоп, в этом весь смысл игры. Это очень странно. Это 100% рискин другой игры. Потому что здесь нет моделек из оригинального Поппи Плейтайма, кроме Хаги-Ваги. И да, это странно. И за нами охотятся какие-то агенты. Это опять же говорит о том, что это рискин. Они не запаривались. Они могли сделать какого-нибудь игрока. Вот этого желтого чувака с надписью П на лице. Но нет, они оставили какого-то непонятного агента. И где он вообще? Что здесь происходит? А, вот он он. Я опять должен обойти его со спины, чтобы кокнуть. Я должен два раза почему-то его кокать. И я опять получил немного денег. А, и здесь у нас два агента. О, вот это да. Так, раз я его пинаю. И все, уровень 3. И, может быть, здесь есть какие-то скины. Хаги-Ваги, ты куда пошел? Стоять. Ага, здесь есть какие-то скины. Меч мага. А, это не скины, это оружие. И, боже, какой Хаги-Ваги. Здесь страшные дырявые. Я в этой игре задерживаться не буду. Есть какая-то бита с гвоздями. Боже мой. А скинов на Хаги-Ваги здесь, видимо, нет. То есть я не смогу стать Эйки-Семиси. Это очень грустно. Тогда я ухожу, тем более, что вот этот вот багованный Хаги-Ваги меня до усрачки пугает. Еще в последнее время стали очень популярны рэг-долл игры, в которых у нас есть вот такие вот Хаги-Ваги. Очень странные. И мы можем вот так вот ими управлять, драться, раскидываться коробками. Или, к примеру, сделать очень много Хаги-Ваги. Вот, к примеру, штук 5. И потом бахнуть в них гребаной ракетой. Оба. Вот так вот. А почему бы и нет? И мы можем, наверное, все это дело отдалить. Им можно еще побольше Хаги-Ваги бахнуть? Вот прям тысячи. И что это за Хаги-Ваги? Да такие же Хаги-Ваги есть. Маленькие Хаги-Ваги. Давайте я обратно приближу. Так. Хаги-Ваги. Давайте побольше их сделаем. Вот прям вот столько. И это не Хаги-Ваги. Что вы меня обманываете? Вот это вот Хаги-Ваги. Вот это вот прям ванильные Хаги-Ваги. Вот их мне нужно побольше. И давайте мы сделаем ноль гравитации. Так. И они начинают летать. Это летающие Хаги-Ваги. и я могу скинуть на них грёбаную стиралку. А как засунуть Хаги-Ваги в стиралку? Чё-то они не засовываются в стиралку, я их распинал. Окей, давайте мы уберём ноль гравитации. Стоп, уберём вообще всё, готово. Опять раскидываем Хаги-Ваги. Я думаю, в этой игре можно залипнуть, но она не такая уж и весёлая. И вот опять какой-то динамит, мы его взрываем, и Хаги-Ваги улетают. Здесь, в принципе, половина инструментов — это просто динамиты. Вот это вот что такое? Рампа какая-то. Я могу закинуть Хаги-Ваги на рампу, и он просто уберёт рампу из-под себя, почему бы и нет. А вот эта вот штука будет работать? Будет. О, боже мой. Я просто раздавил Хаги-Ваги. Если вам его жалко, то обязательно поставьте лайкосик под этот видосик, подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео, и увидимся!